Коронавирус не отступает, угроза распространения инфекции растет, а значит просто необходимо сейчас предпринимать все возможные шаги, чтобы максимально затормозить экспансию вируса в населении Тольятти. И один из таких шагов ежедневная дезинфекция общественного транспорта. Это, конечно же, автобусы и самый многочисленный вид транспорта – маршрутные такси. Ежедневно проводится дезинфекция транспортных средств в начале смены и по окончании рабочего дня. А также ежедневно в течение рабочей смены водители не менее двух раз обрабатывают транспортные средства на межрейсовых отстоях. О троллейбусах. Важной составляющей общественного транспорта Тольятти также не забыли. Их у Тольяттинского троллейбусного управления под 80, а значит постоянная обработка всего подвижного состава просто необходима. Санитарная обработка проводится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, согласно рекомендации для транспортных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров. Для дезинфекции применяются у нас холорактивные средства на основе вирулицидных веществ в строгой соответствии регламентированных компонентов. Троллейбус смело можно назвать общественным местом, через которое в течение дня проходит не одна сотня человек. Поэтому сотрудники ТТУ со всей тщательностью относятся к постоянной дезинфекционной обработке своего транспорта. Все происходит в закрытом ангаре, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Ежедневно Тольяттинское троллейбусное управление проводит полную дезинфекцию своего транспорта. Вначале это мойка, затем, собственно, сама дезинфекция, ну и в конце, конечно же, необходимо все вытереть насухо. Стоит также отметить, что на одной только дезинфекции в ангаре троллейбусного управления дела обработки не заканчиваются. Сами водители производят обработку своего транспорта в конце каждого рейса. И, конечно, водители всегда соблюдают все установленные правила в период пандемии. Это, в первую очередь, касается масок и перчаток. Экипаж делает обработку после каждого рейса на конечных пунктах. У нас там есть водители-наставники, они нам выдают дезинфицирующее средство, и мы это дело обрабатываем с кондуктором. Или, если не полный состав без кондуктора, то это приходится делать водителю. Конечно же, хорошо, когда салон чистый, еще и безопасный. Конечно, это приятно вдвойне. В день через операцию дезинфекция проходит порядка 53 троллейбусов. Это более чем две трети всего подвижного состава Тольяттинского троллейбусного управления. В течение двух суток полную обработку получает весь транспорт, который находился за это время на линиях. Василий Логинов, Михаил Цуркин. Новости Тольятти. Новости Тольятти. Новости Тольятти. Продолжение следует...